Ишь ну ала, друзья! В одной из сборок альфа-версии Dragonflight датамайнеры обнаружили интересную находку — несколько карт в виде великих путешествий во времени. Это и Азерот, в котором главенствующей расой стали Мурлоки, и Темная Империя, Война Гнолов, Революция Пандаренов, Будущее Изначальных и Война Зыбучих Песков. Пока трудно сказать, для чего эти путешествия нужны наверняка, но в одном из интервью Иан Хазикоста сказал, что нам предстоит очень большое количество погружений в минувшую историю. Да, Blizzard возвращает нас назад, чтобы показать игрокам несколько крупных и важных событий, происходивших в истории Азерота. Сегодня об этом и пойдет речь, а для начала небольшая интеграция. Пока присутствуют сложности с оплатой подписки WoW, есть отличная возможность продолжить игру на проекте WoW Syrus. Это кастомный World of Warcraft лучше, по мнению игроков, ведь именно здесь можно найти рейды собственного производства с уникальными боссами, новой расы, которых не было в оригинальном дополнении и третью фракцию Ренегаты. Недавно прошел отличный запуск Realme X5, при этом X2 Realme никак не пострадал, а онлайн на сервере увеличился до 20-25 тысяч игроков. И сейчас до сих пор актуально залететь на Syrus и быть в числе первых. Вас ждет поэтапное открытие контента, кастомная система развития персонажа и регулярные PvP и PvE-ивенты, на которые выделен фонд более 5 миллионов рублей. Переходите по ссылке в описании и врывайтесь на WoW Syrus. Blizzard хотят показать нам древнюю историю, чтобы мы собственноручно пережили важнейшие события, происходившие на Азероте и все неспроста. На первобытном Азероте царил полный хаос, лорды-элементали сражались между друг другом, на планете не существовало баланса в виде пятого элемента духа. И в один момент из Великой Запредельной Тьмы обрушились древние боги и начали распространять свое зловещее влияние по всей Земле. Из их живой материи появились две расы – Нраки и Акиры, насекомоподобные существа, которые возвели храмы и города вокруг гигантских тел своих хозяев. Древние боги поработили повелители Элементали и правили планетой тысячелетия, пока Азерот не обнаружили Титаны. Они пленили древних богов и положили конец Темной Империи. Итак, нам представлена карта Темной Империи. Это означает, что мы отправимся во времена, когда древние боги были на пике своего могущества. Зачем нам это делать, ведь события Темной Империи происходили задолго до драконов. Ответ тут достаточно прост. Все новое дополнение ведет за собой главный посыл – пробуждение Азерота, то есть пробуждение Элементальных Сил. Во вступительном трейлере нам показали, как драконьи острова пробуждаются ото сна, в то время как вода вокруг них начинает сиять голубоватым оттенком. Отсюда же рождается и центральный конфликт между драконами и Элементальными Силами, долгое время спящими под островами. Итак, давным-давно, когда стихии были полностью подчинены бездне, связь между ними была разорвана, и Азерот погрузилась в сон. Близзард, вероятно, хотят показать нам взаимоотношения Бездны и Элементалий, а также состояние Азерота, когда казалось, все было потеряно. И если вы помните, когда Смертокрыл пытался устроить час сумерек, Рагнарос и Аллакир присоединились к Бездне, в то время как Теразан и Нептулон этого не сделали. А в событиях битвы за Азерот культ Рагнароса вновь пытался вернуть его к жизни. Так что, кто знает, может быть шутка про очередное возвращение Рагнароса – это не такая уж и шутка? А теперь настало время поговорить о чем-то действительно безумном, альтернативном Азероте, на котором Мурлоки являются главенствующей расой. Карта Драконьего Погоста здесь выглядит так же, как и у нас, но все названия написаны на языке Мурлоков. И это не просто Азерот с точки зрения Мурлоков, так как у них даже есть свои чемпионы, владеющие Мурлочьим сердцем Амерлота. Значит, в сердце планеты находится душа Мурлока, а Титаны что, тоже Мурлоки? Вы можете представить, что в этой реальности Король Лич Мурлок, как и Смертокрыл, возможно, как и другие драконы. По крайней мере, Близзард очень плавно подводили нас к этому. Посмотрите только на этих славных парней. Пострел, Мурлок соседней планеты, Тиран, Смертик, Мурлок Смертокрыл, Мурчабла, Мурлок прямиком из Санктуария, Мурчелот, Громчаль, Мурчидан, А вот еще Мырглдуин и Муркувана, вероятно, устроившие битву за Мырглдуон. В общем, вы понимаете, что в этой вселенной все так же, как и на обычном Мазероте, но все представлено в виде Мурлоков. Будет очень интересно посмотреть на это. Итак, Штормград был основан около 11 столетий назад, и продолжительное время это королевство было очень ограничено. И примерно за 100 лет до открытия Темного Портала, королевство Штормграда стало расширять свои границы, присоединяя к себе территории Западного Края, Красногорья и Сумеречного Леса. Это привело к конфликтам с местными жителями и особенно с гнолами, которые изначально не представляли особой угрозы для рыцарей в броне. Однако со временем стаи гиен гуманоидов стали серьезной проблемой. Гнол Гарфанг из Красногорья объединил гнолов под своим началом, и его наступление в итоге достигло стен Штормграда. Для чего нам необходимо это великое путешествие во времени? Для того, чтобы поближе познакомиться с расой гнолов, так как на Драконьих Островах мы встретим их изначальные версии, самых древних и законсервированных гнолов. Возможно, эти знания помогут нам понять, как устроена эта раса и как эффективно противостоять их наступлениям на Драконьих Островах. А также я уверен, что мы постараемся понять, что сделала Гарфанга настолько умным, что он сумел создать организованные стаи гнолов. Эдакий Чингисхан, который объединил все племена воедино. Обнаруженная датамайнерами карта указывает на Элвинский лес, поэтому, скорее всего, мы будем участвовать в финальном этапе войны гнолов. И наша основной задачей будет любой ценой защитить Штормград. 12 тысяч лет назад Империя Могу под руководством Лейшеня раскинулась по всему континенту, захватывая в рабство другие народы. После смерти Лейшеня Империя Могу потеряла часть своего могущества. Но новый император Лао Фе по-прежнему обладал серьезной силой и был жесток к рабам. И вот однажды пивовар Кан лишился своей семьи. Его ребенка отправили на Великую Стену, на корм богомолам, а его жена была убита, когда пыталась предотвратить это. И эти события очень сильно повлияли на Кана. Он нашел баланс в своем гневе и решил сделать свое тело оружием, поскольку рабы не могли иметь обычного холодного оружия. Так появились монахи, которые под обучением Кана сперва разрушили двигатель на Лакша, лишив Могу возможности создавать новых живых существ из камня. А затем, объединившись с другими расами, вроде Яонголов и Цзинь Юй, положили конец тирании Лао Фе. Мы примем участие в решающем сражении кульминации революции пандаренов в вечноцветущем доле. Это будет последний день царствования Великой Империи Могу. Вероятно, Близзард хотят нас отправить в предстоящее будущее, в котором мы столкнемся с силами изначальных. Кто это такие изначальные? Это драконы, отказавшиеся от сил Титанов. Поэтому они представлены в своих протоформах. Вместо этого они стали приверженцами магии Элементалий, более природной и свойственной Азероту Силе. И именно из-за изначальных Нелторион создал отряд своих элитных воинов-драктиров. Тяжело сказать, о чем именно будет этот момент сценария, но можно предположить, что он будет похож на подземелье Конец Времен. Мы вновь отправимся в Ванилу и, вероятно, своими глазами сможем увидеть эпилог самой длинной и самой эпичной цепочки квестов ВОВ. Примерно тысячу лет назад у Фендерла Оленево Шлема появилась идея озеленить Силитус, чтобы расширить владения ночных эльфов. Он отправил своего сына Вальстана и несколько друидов, чтобы начать этот проект, но их действия привели к пробуждению киражей. После продолжительной войны ночные эльфы обратились к бронзовому дракону Анахроносу, который хоть поначалу и морозился, но в конце понял, что под анкеражем сидит Ктун и надо с этим бороться. Тогда Анахронос призвал сильнейших потомков всех аспектов и вместе они смогли запечатать Древнее Королевство. Здесь, вероятно, Близзард хотят нам показать предысторию бронзовых драконов, в частности Анахроноса. Да и просто добавить фана, чтобы игроки вновь смогли прочувствовать всю великолепную атмосферу тех лет. Пока мы точно не знаем, для чего Близзард затеяли такую масштабную вневременную потасовку, но ходит подозрение, что Наздорму не дремлет, и именно он решил вмешаться в большое количество временных потоков со своей стаей драконов бесконечности, чтобы раз и навсегда переписать страницы истории, ровно так же, как это было и в прошлые разы. Если ролик вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставьте свои впечатления в комментариях. С вами был Лунный Монах и Новое видео уже скоро!